Канал научпоп и ТТ представляет Какой из этих продуктов содержит минимум углеводов? Хлеб? Тарелка риса? Или газировка? Это каверзный вопрос. Хотя все они содержат разное количество жиров, витаминов и других веществ, содержание углеводов в этих продуктах практически одинаковое. Как же это отражается на питании? Во-первых, углеводы являются категорией сахаров и молекул, которые распадаются в организме для получения простых сахаров. В зависимости от структуры, углеводы могут быть простыми и сложными. Вот простой сахар или моносахарид. К моносахаридам относятся глюкоза, фруктоза и галактоза. Соединив два из них, мы получим дисахарид. Лактозу, мальтозу или сахарозу. Сложные углеводы, в свою очередь, состоят из трех или более простых сахаров, связанных между собой. Сложные углеводы, содержащие от трех до десяти моносахаридов, называются олигосахаридами. Если простых сахаров больше десяти, возникают полисахариды. В процессе пищеварения сложные углеводы распадаются в организме на моносахариды, материал, который используется клетками для получения энергии. Поэтому, когда вы едите пищу, богатую углеводами, уровень сахара в крови, примерно чайная ложка, повышается. Однако в зависимости от типа углеводов система пищеварения реагирует по-разному. Рассмотрим крахмал и клетчатку. Оба полисахариды, оба содержатся в растениях, оба состоят из сотен или тысяч соединенных между собой моносахаридов. Однако эти моносахариды соединены по-разному, вследствие чего меняется эффект, производимый именно организмом. В крахмале, который обычно содержится в корнях и семенных растений, молекулы глюкозы соединяются альфа-связями, большинство из которых легко расщепляются ферментами из пищеварительного тракта. В клетчатке же молекулы моносахаридов соединяются бета-связями, которые организм расщепить не может. Клетчатка также может задерживать крахмал, тем самым не давая ему расщепиться. В результате образуется резистентный крахмал. Поэтому пища, богатая крахмалом, в частности крекеры и белый хлеб, переваривается легко, вследствие чего в кровь быстро поступает большое количество глюкозы. То же самое происходит при употреблении богатой глюкозой напитков. У такой пищи высокий гликемический индекс, показывающий уровень повышения сахара в крови при потреблении разных продуктов. Газированные напитки и белый хлеб имеют одинаковые показатели, так как они оказывают схожее эффектное содержание сахара в крови. Но в случае с пищей, богатой клетчаткой, овощами, фруктами и цельными злаками, неперевариваемые бета-связи замедляют попадание глюкозы в кровь. У такой пищи низкий гликемический индекс, а у таких продуктов, как яйца, сыр и мясо, гликемический индекс самый низкий. Когда сахар поступает из пищеварительного тракта в кроваток, организм стремится к тому, чтобы направить его к тканям, в которых он перерабатывается для получения энергии. Инсулин — гормон, синтезируемый в поджелудочной железе. Это одно из главных средств, регулирующих уровень сахара в организме. При подлощении пищи поднимается уровень сахара, вследствие чего в кровь поступает инсулин. Благодаря ему мышцы и жировые клетки усваивают глюкозу и запускается процесс преобразования сахара в энергию. Действие инсулина на сахар обуславливает чувствительность к инсулину. Чем больше единицы инсулина понижает сахар в крови, тем чувствительнее организм к этому гормону. Понижение чувствительности к инсулину известно как резистентность. Поджелудочная железа продолжает выделять инсулин, но клетки, особенно в мышцах, воспринимают его все хуже. Поэтому содержание сахара не уменьшается, а количество инсулина в крови продолжает расти. Постоянное чрезмерное потребление углеводов ведет к возникновению резистентности к инсулину. Многие ученые считают, что такая резистентность является причиной развития метаболического синдрома. Он включает в себя целый ряд симптомов, таких как высокое содержание сахара в крови, увеличение объема в талии и высокое кровяное давление. Повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Уровень распространения синдрома быстро увеличивается по всему миру. Он был выявлен у 32% американцев. Давайте снова вернемся к питанию. Вне зависимости от степени сладости пищи сахар остается сахаром, поэтому слишком много углеводов представляют собой проблему. Может, все же стоит отказаться от бургер-сэндвича с начинкой, из пасты, суши, роллов, пиды, буррито и пончиков. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.